МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало рета порадовало нас теплой и отличной погодой. А как же избавиться от жары? Тут совет прост. Нужно кушать побольше острого. Да, непривычно, но зато научно подтверждено. Дело в том, что когда мы будем кушать острую пищу, мы будем потеть. А, соответственно, и все тепло из нашего организма выйдет вместе с потом. Ну а с вами, как всегда, программа «100 советов», где мы, Татьяна Ильина и Ростислав Азизов, ищем и делимся с вами лучшими советами для вашей жизни. Ну и, кстати, новый совет. Чтобы сэкономить семейный бюджет и накопить, нужно от каждого дохода откладывать 10%. Тогда уж точно вы накопите нужную вам сумму и приобретете что-то полезное. Ну а еще можно просто найти хороший магазин, где есть хорошие цены и отличные предложения. Купить как можно больше продуктов за как можно меньшее деньги. Задача сложная, но вполне выполнимая, если внимательно изучать предложения супермаркетов и обращать внимание на новые услуги. Также изучив покупательский спрос, мы поняли, что в городе Свободном очень много есть такой слой населения, которым требуется помощь и продукция по приемлемым ценам, скажем так. Поэтому на социально значимый товар, такие как масло растительное, мука, макароны, яйцо, молоко, крупы, рис и гречка, мы предложили товар по социально сниженным ценам. Собрать такую социальную корзину в магазине можно благодаря специальной договоренности с поставщиками. Вся продукция сертифицирована. Нас уже проверяли контролирующие органы, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Никаких нарушений выявлено не было. Поэтому продукция вся качественная. Мы пользуемся программой по проверке качества продукции «Меркурий». Поэтому все, начиная от загрузочной и заканчивая полок, проходит тщательную проверку на качество. Спасибо. Чтобы стать удобнее для своих покупателей, магазин придумал сразу несколько подобных предложений. Например, здесь есть полка добра. Товары сюда кладет как магазин, так и сами покупатели. И взять их потом может любой нуждающийся. Зачастую товары менее известных брендов стоят дешевле раскрученных марок. И если у вас на примете такие есть, просто напишите их на специальной доске. Именно таким образом в магазине строится диалог с покупателями. По запросу здесь появились игрушки, резиновые сапоги и товары для пикника. Ну а товары повседневного спроса здесь есть всегда. Много продукции бытовой химии, есть также кондитерские изделия, колбасные изделия, консервы очень много, посуда есть, есть текстиль, у нас немного постельного, полотенец, тапочки, то есть для детской продукции есть. То есть игрушки, тоже всякие пеленочки, распашоночки, можно для совсем маленьких. Ну и главный совет, который поможет сэкономить в магазине – это ходить с четким списком товаров и на полный желудок. Тогда все ваши покупки принесут удовольствие и пользу. А вот, Ростислав, ты знаешь о такой традиции, когда на свадьбе жених бросает подвязку своим неженатым друзьям? Ну, слыхал, да. Вот в Англии есть чуть-чуть другая версия этой же традиции. Там гости бросают в жениха носок. И кто попадет жениху в нос, тот и станет следующим претендентом на вот руку и сердце прекрасной невесты. Какой-нибудь следующий. Я б, Татьяна, тебе уж точно б никогда б не доверил провести мою свадьбу. Так тебе и не надо мне доверять. Есть же профессионалы, которые свадьбу организуют так, как надо. Все мы хоть раз, но гуляли на свадьбе друзей или родственников. Но как только дело доходит до организации именно вашего торжества, выясняется, что есть огромное количество подводных камней. Ольга и Алексей решили не рисковать и сразу обратились в свадебное агентство. Вы планируете свадьбу? Конечно. Предложение сделано? Да. Все уже придумано? Нет. В экшн-бокс они обратились по рекомендации, были на свадьбе у знакомых и впечатлились, насколько детально продуманы все мелочи и выстроен общий концепт мероприятия. И уже после первой встречи поняли, что сделали правильный выбор. Да, это точно. Меньше получается суетиться, ну вообще всех вопросов этих. И по сумме уже здесь расписано, что и как надо делать. Ориентируешься, понимаешь, что тебе это не надо искать. Уже посоветовали, в какое кафе обратиться, куда пойти и так далее. Где будет красиво, а где нет. Самое главное по поводу платья. Свадьба у пары состоится в конце лета. Как отмечает организатор Ольга Ицухно, подготовка к празднику в нашем городе должна начинаться в идеале за 3-4 месяца. Первая встреча с будущей семьей длится почти 2 часа. Сначала мы, конечно, встречаемся, разбираем, что желает невеста и жених. Сначала вдвоем. Потом чаще всего женихи нам передают невест в наши руки, потому что им не до этого, им уже деньги зарабатывать. А мы с невестой начинаем подбирать оттенки, цвета, какие должны быть у нас ткани, какие должны быть цветочки. На первой встрече также проводится специальный тест, который помогает разобраться в том, чего вы хотите от свадьбы на самом деле. Обязательно составляется тайминг-план. Так вы поймете, какие специалисты вам нужны, на сколько часов заказывать фотографа и даже во сколько просыпаться. Кстати, в агентстве есть специально разработанные пакетные предложения, где для вашего удобства уже прописаны различные варианты организации торжества. Здесь все очень удобно. Здесь очень удачно подобрано количество услуг. То есть по времени здесь все удачно подобрано. И здесь достаточно приемлемая цена. Удобство организации свадьбы с агентством еще в том, что для них ваша свадьба далеко не первая. И они знают всех специалистов в этой сфере. От стилистов и кондитеров до декораторов. Когда в свадьбе вы приходите, допустим, к организатору, и он вам придумывает определенный концепт, вы вместе разрабатываете концепт. И исходя из этого концепта идет подбор специалистов, потому что не каждый специалист под ваш концепт подойдет. Самое главное преимущество организованной свадьбы – в спокойствии жениха и невесты в такой важный для них день, когда все внимание должно быть адресовано друг другу. И это вполне реально, если доверить праздник профессионалам. Знаешь, чтобы подобрать идеальные кроссовки для занятий спортом, надо выбирать их после тренировки. Тогда посадка, говорят, будет точно по ноге. Да, абсолютно верно. Ну а я предлагаю посмотреть материал нашего корреспондента о том, какими видами спорта нынче мурчане занимаются. Лето – это прекрасная возможность, чтобы укрепить фигуру, быть стройной и всегда в форме. То есть на открытом воздухе, солнышко, пожалуйста, наслаждайтесь. Нужно выходить в парки, на стадионы, корты, все что угодно. Самое обычное, простое упражнение вы можете сделать – это функциональные подъемы. Работают все группы мышц. Как бы очень легко, наклоняетесь, раз, два, три, четыре, прогиб в спине, спина, мышцы работают, возвращаемся обратно. Сделайте так 10-15 раз, и вы почувствуете невероятное ощущение. В настоящее время в наших магазинах спортивных вы можете купить вот такие суперсовременные гаджеты. Простые резинки, которые вы можете взять с собой на отдых, на море, заниматься на пляже, где угодно. Ну вот, пару упражнений, например, приседания. Еще одно хорошее упражнение – мы можем прокачать бицепс. Девочки, а для тех, кто хочет более округлую форму и упруглую попу, для вас особенные резиночки, они покороче. Мы будем делать ими выпады. Также вы можете использовать лестницу и ступеньки где угодно. Это может быть набережная реки нашей любимой, это может быть лестница в стадионе и для самых ленивых лестницу в подъезде. Одно из самых эффективных и энергозатратных упражнений – лягушечка. Мы прыгиваем вверх. Не нужно лениться. Используйте лето на полную катушку. Например, ролики, друзья. Вы можете прекрасно провести время с семьей и друзьями. Тем более, это большая нагрузка на организм и на ноги в том числе. Поэтому занимайтесь спортом, друзья. Татьяна, отличные советы. Обязательно возьму их на вооружение. Ну а советами сегодня по традиции с вами делились Ростислав Азизов и Татьяна Ильинам. До новой встречи в эфире. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»